ЕГЭ по химии и обществознанию сдали в Дагестане более 7 тысяч выпускников. Помимо наблюдателей, сотрудников полиции и учителей, на каждом участке в этом году присутствуют и психологи. Они помогают школьникам справиться со стрессом и предостерегают от нарушений. Как все прошло, Ума Ибрагимова. Более сотни выпускников сегодня сдали ЕГЭ во второй Пуйнакской школе. Дети волнуются, ведь почти три месяца они учились дистанционно, даже с репетиторами. В их числе и Абакар Лободанов. Парень собирается поступать в медицинскую академию. Уверен, что его подготовка поможет сдать ЕГЭ на отлично. Я готовился к биологии и химии на протяжении года, получается. Занимался онлайн с репетиторами. Подготовка, думаю, прошла довольно успешно. Никаких проблем на пути не возникло. За соблюдением правил безопасности следят наблюдатели и полицейские. Но главным остается честная и прозрачная сдача ЕГЭ. Именно поэтому на каждом пункте в этом году присутствуют психологи. Они помогают выпускникам перебороть страх, успокаивают и сообщают о последствиях при использовании шпаргалок. Они, конечно же, не были в контакте непосредственно со своими учителями, не были в контакте со своими психологами. Поэтому снять напряжение, снять тревогу, мотивировать их на обучение. И, конечно же, поддержать их и убедить детей в том, чтобы они не зависели от гаджетов и надеялись только на свои знания. Но школьники говорят, что поддержка больше нужна родителям, ведь они с самого утра ждут за воротами. Они как-то за детей переживают. А ученик зашел и там как-то полностью сфокусируешься на киме. И никаких там, не знаю, у меня проблем не бывает. А так одноклассники переживают вроде. Курбан и Азамат совсем недавно сами волновались и успокаивали родителей. Но сегодня ребята пришли поддержать своих одноклассников и друзей. «Сильно переживали, готовились. В течение двух лет даже готовились. Нелегкая работа была проведена. У всех позитивный настрой, все готовы. Кто-то, если волнуется, нужно поддержать, успокоиться». Свои результаты выпускники смогут узнать не позднее 30 июля. Напомним, что установленный минимальный балл по этим предметам – 36 баллов. Ума Ибрагима, Умара Леев, Марьяна Масуева и Субгазиамаров. Время новостей. Буйнакск.